Музыка Может с человеком случиться что угодно. Потому что есть люди, которые на постоянной основе, да, инвалиды там первой группы, о которых уже в списке, в реестре выборцев есть соответствующая отметка, что он НСП. Так. Все. С этим человеком все понятно. Если этот человек, я имею в виду про НСП, который на постоянной основе не имеет такой возможности, до, насколько мне не изменяет память, до 12 часов субботы, последней субботы, ну то есть перед самым выбором, когда вот эти вот списки сформируются, людей, которые будут голосовать за местом перебывания, не подав заявление, что он хочет лично голосовать. Кстати, на выборах президентов такие случаи были не одиноки, когда люди вдруг решили прийти и проголосовать по месту нахождения. Ну это сложно, потому что его бюллетень пошел уже вместе со специальной комиссией на выход, на вынос. Вот. Поэтому ничего он с этим делом не сделает. Люди могут не проголосовать в этот день, если они вот так поступили. Поэтому нужно тоже им писать. Да. Это один вопрос. Для этого он тоже должен сообщить, либо письменно, либо попросить кого-то уполномочий, чтобы принесли его заявление на ДВК, чтобы просьба о том, что он вот находится дома с поломанной ногой, и приложить туда медицинский документ. Да? Или человек, допустим, очень постарел и не может идти, и он прикладывает там, допустим, свидетельство о рождении или паспорт, неважно. Но, в принципе, это известно ДВК. То есть какие-то документы подтверждающие, что он не может голосовать на дельнице. Второй момент. Когда человек находится в больнице, и в этой больнице находится, собственно, специальная выборчая дельница, да. В этом случае ему нужно написать заявление, и он будет голосовать в этой больнице. Все. Я зрозумела. А если у человека, например, проблемы с зором, то есть у человека с инвалидностью именно по зору, кто может ей допомогти на выборчо-дельничной комиссии? На выборчей дельнице ей может допомогти інший выборец. То есть ни член комиссии, ни наблюдатель, только другой выборец. На самом деле на ДВК есть два образца с шлифтом Брайля, но не все люди, которые плохо видят этим владеют шлифтом, поэтому нужно обратиться к другим избирателям, но они же, наверное, с кем-то к тому же и придут. Вот с этим чеками не могут, в общем-то, все. То есть они могут заходить в кабинет для голосования? В этом случае нужно предупредить, конечно, голову комиссии о том, что вот я плохо вижу, самой зайдет человек, который мне поможет поставить там необходимые галочки.